Наступающий год Наступающего быка, то крыс, то драконов, чего только нам не предлагают. А ведь мы с вами, крещенные, православные, христиане, я обращаюсь сегодня именно к вам, не должны забывать, что каждый год это год благости Господней. И мы не должны ни по каким астрологическим, ни китайским календарям жить, а жить по нашему православному календарю. И весь мир живет по этому календарю. Ведь 2021 год встречается от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Если быть более точными, то в древних книгах, если мы откроем титульный лист, мы прочитаем всегда надписание. Всегда датировалось издание древних книг, начиная от сотворения мира и от воплощения Господа и Бога нашего Иисуса Христа по плоти пришедшего ради нас и ради нашего спасения. Наступающий год будет годом 7529 от сотворения мира, 2021 от Рождества по плоти Слова Бога нашего Иисуса Христа и еще на Руси вели исчисление 1033 год от крещения Руси. Вот если мы только об этом вспомним, то никаким быкам, крысам, козлам и козерогам места просто не остается. Дорогие христиане, я обращаюсь к вам как священник. Давайте жить, полагая в основу свою веру, родившегося ради нашего спасения, пришедшего в мир Христа Спасителя ровно 2021 год назад. Почему и весь мир будет праздновать? Любого спроси, от чего насчитали 2021 год, с чего началось летоисчисление, с Рождества Христова, вот от чего считает мир лето и наступающие годы. Давайте же об этом не забывать. А что касается этого быка, то не оставим и его без внимания. Об этом говорится в Священном Писании. Я посоветую вам прочитать 32 главу Священного Писания Ветхого Завета под названием «Исход». В этой главе как раз и говорится о том, что когда Моисей поднялся на гору, получив заповеди от Господа Бога для всех людей, о любви к Богу, к ближним, о том, чтобы не воровали, не убивали, не прелюбодействовали и так далее, 10 заповедей от Деколог, то когда Моисей долго не спускался, чем занимались люди? Они сотворили себе вылитого из золота, тельца, быка и поклонялись ему как Богу. Вот как об этом говорится в Священном Писании. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к корону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И далее рассказывается о том, как люди стали не только собирать свои золотые уборы, свои металлические изделия, из них вылили этого быка и поклонялись ему как Богу, и приносили жертвы этому мерзкому идолу. А потом Господь говорит в 7 стихе 32 главы книги Исход, «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы. И сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Разве нам, христиане, этого недостаточно, что Бог не только отворачивается, но и не благословляет всякого идолопоклонства? И для нас, верующих в воскресшего Христа, не может быть ни годов быков, ни крыс, ни львов, ни драконов. Наступающий год да будет благословенный для всех нас, потому что грядущий год – это год благости Господней, и волос с головы вашей не упадет без воли Отца вашего Небесного. И еще важный факт. Следующий год объявлен президентом годом святого благоверного князя Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого мы будем торжественно праздновать в 2021 году. Вот уж замечательный пример для наших мальчишек, для всего подрастающего поколения, пример веры Александра Невского в истинного Бога, его надежды на Господа и на то, что у него обязательно получится, почему он в свои неполные 20 лет уже побеждал на Неве, разбивал на Чудском озере немецких рыцарей и был примером для всех поколений, живущих на нашей Святой Руси. И, конечно же, его любовь. Любовь к своей семье, к своей родине, к Церкви Христовой. Пусть каждый из нас в наступающем году руководствуется тремя простыми правилами. Запомните их. Итак, первое. Никогда не скорбите о прошлом. Оно уже прошло. Его уже не вернуть. Никогда не тревожьтесь о будущем. И это второе правило. Мы знаем о Нем только то, что в руках Божьих, и должны, исполняя заповеди, стараться жить по Ним и нести людям добро и любовь. И последнее правило. За все научитесь благодарить Бога сегодня. Итак, никогда не скорбите о прошлом. Никогда не тревожьтесь о будущем. Научитесь благодарить Бога за настоящее. И тогда мир и душевный покой, без всяких быков, тельцов и знаков зодиака, будет всегда с вами. Храни вас Христос и с наступающим в вас 2021 годом от Рождества Христова благости Господней, которая дообережет всех вас от всякого зла и различных болезней. Субтитры создавал DimaTorzok